Европейский Союз отвергает недавнюю критику президента Азербайджана Ильхама Алиева в отношении миссии ЕС в Армении и заявления о милитаризации Армении. Об этом заявил главный представитель ЕС по внешним связям Петерстана. Он выразил сожаление по поводу критики Алиева и подчеркнул, что миссия является невооруженной и гражданской, размещенной для поддержки усилий ЕС по установлению мира в регионе. Суверенное право Армении работать над своими оборонными возможностями и выбирать своих партнеров, в том числе в сферах безопасности и обороны. Аналогично мы не считаем, что интенсивное военное сотрудничество Азербайджана с его партнерами влияет на мирный процесс, пока есть политическая воля продолжать нормализацию отношений и достижения устойчивого мира, заявил Стана. Нидерландская радиовещательная корпорация НОС опубликовала материал об уничтожении армянского культурного наследия Азербайджана в Нагорном Карабахе под заголовком «Преднамеренное стирание истории». В статье говорится, что спустя год после того, как десятки тысяч этнических армян покинули англоу Нагорного Карабаха, опасаясь этнических чисток в горном регионе, который армяне оставили позади, их былое присутствие становится совсем менее заметным. Согласно фотографиям, подтвержденным НОС, многочисленные памятники, здания, кладбища и даже целые деревни были полностью разрушены. Решение о возможности встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время мероприятий БРИКС или СНГ в России остается за ними. Россия, в свою очередь, готова выполнять свои обязательства, заявил глава Медроссии Сергей Лавров. Как говорится, решение за ними, сказал Лавров. Председатель правительства России Михаил Мишустин посетит Ереван, где 1 октября примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума. Об этом сообщает правительство России. Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, а можно на тарифной, сельскохозяйственной и энергетических сферах, говорится в сообщении. Иран облегчил въезд для армянских транспортных средств, сообщает администрация Синюкской области. В результате подписанного в августе соглашения владельцам машин с армянскими номерами теперь будет достаточно получить карнэ де пассаж. Вскоре в Синюкке будет открыт офис, где граждане Армении смогут получить карнэ де пассаж. Иран открыл в Ереване самое большое в мире торговое представительство. Об этом сказал на церемонии открытия посол Ирана в Армении Мехдис Убхани. Нужно отметить, что этот центр крупнейший в мире, что свидетельствует о глубоких дружественных отношениях между Ираном и Арменией, сказал уранский дипломат. Убхани подчеркнул, что главы обоих государств поставили целью поднять объем товарооборота до 3 миллиардов долларов. Прямой угрозы армянам населенным районом Ливана в связи с военной операцией Израиля нет. Соответственно, нет и необходимости в эвакуации армян. Об этом заявил посол Армении в Ливане Вааганат Абекян. Он добавил, что армян среди жертв израильских ударов также нет. Посольство Армении в Бейруте находится в постоянном контакте с местными властями, а также при необходимости с общественными структурами, чтобы должным образом решать проблемы граждан Армении в рамках своих полномочий, отметил дипломат. Министр иностранных дел Германии Аналена Бербак поддержала идею предоставления Украине западом дальнобойных ракет для самообороны, несмотря на то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц имеет противоположные взгляды. Об этом она заявила в эфире телеканала ARD. Бербак акцентировала, что всегда говорила о том, что дальнобойные ракеты играют важную роль, особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины. Издание The Insider сообщило, что получило доступ к сотням официальных документов, связанных с гибелью Алексея Навального в исправительной колонии «Полярный волк». Как утверждает издание, из этих документов следует, что власти целенаправленно убрали отовсюду упоминания симптомов, которые не укладывались в официальную версию и которые указывают на отравление. Редактор субтитров А.Семкин